Всем привет! С вами я, Валентин Медведь. И вы находитесь на канале мастерской этнических ремесел Степной Дух. Сделаю глоток маты для уверенности и начну свой диалог, монолог. Я выхожу из спячки, выхожу из затишья, которая у меня длилась около трех месяцев. Это были трансформационные процессы, осознание, осмысление, переоценка, обучение в магистратуре, карантин, проживание различных своих внутренних каких-то состояний. В общем, много всего. Одним словом, это можно назвать так. Всяко навалилось. Это не была депрессия, это не был какой-то упадок силы, упадок настроения. Хотя всяко бывало, но я живой человек и проживал все и сразу. Было очень много разных мыслей, которые рождались. Я ими делился в соцсетях, в частности, в Инстаграме, ВКонтакте. В общем, на Фейсбуке выкладывал на стене свои небольшие статейки, которые я писал. Также еще из хороших новостей. Я закончил первый курс магистратуры. Кто не знает, я с прошлого года учусь на психокинезиолога. Когда-то еще в детстве, точнее в 10 классе, родители задали мне вопрос, с кем хочешь стать. И у меня еще тогда была дилемма пойти учиться на психолога или же пойти учиться на дизайнера. В итоге я выбрал дизайнера, а психологом решил быть просто как хобби. И вот в мои 34 года я в прошлом году поступил на психолога, психокинезиолога. В общем, много всего. И я продолжаю расти, продолжаю расширяться, углубляться, сознавать и также общаться с вами, с людьми, которые приходят в мою жизнь. Потому что каждый для друг друга, каждый для нас это учитель. Я для кого-то учитель и кто-то для меня учитель. И это нормально. Со всеми стараюсь общаться всегда на равных. Что касаемо моего творчества и что происходило. Я не лепил около трех месяцев. Не лепил ни одной окарины. Лепил колобасы. Увлекся темой маты. Вот лепил колобасы. И чайные пиалы. Но это время от времени было так. Просто когда руки начинали тянуться к глине, я что-то создавал. Все остальное время я занимался проведением онлайн занятий. Так как был карантин. Всех нас рассадили по домикам, по домам. Вот я вел онлайн занятия. Обучал игре на музыкальных инструментах. На варгане, на окарине. Обучал горловому пению абертональному. В общем, было чем заняться. Я не скучал и просто так не просиживал. Были размышления по теме, как же дальше мне развивать мое творчество и куда же дальше идти. Давно уже не секрет, что у меня порой спрос превышает предложение. То бишь, желающих и заявок больше, чем есть в наличии количества инструментов. Я делился этой душевной болью со своими друзьями. Вот с теми людьми, которым я доверяю. И мнения которых я всегда слушаю. Мне все как один говорят. Набирай учеников. Нанимай людей. Пусть тебе месят глину. Делают там какую-то работу. Что-то, что-то, что-то. Делай массово. То есть, делай отливки. Делай отминки. То есть, есть куча различных вариаций, как делать быстро и массово. Я это, конечно, все слушал. И с болью в душе пытался как-то примерить это на себе. Я прекрасно понимаю, что это увеличит мой доход. Увеличит мой прожиточный минимум. И даст мне, конечно, какой-то рост, развитие. Но всегда у меня стояла дилемма с тем, что чаша весов под названием душевность будет опускаться вниз. И будет вверх выходить массовость, количество. Есть огромное количество заводов, в частности, в Китае, которые производят сотнями партиями, пачками, тоннами ОКОРИН. Огромное количество обращений людей ко мне в разных соцсетях с такими повествованиями, с такими сообщениями. Что вот пришла ОКОРИНа с Алиэкспресса. Она как-то так странно звучит. Не строит или еще что-то. Можно мы вам пришлем, вы подстроите. Я не берусь, естественно, за такую работу. У меня своей работы хватает. И почему это происходит? Потому что, когда создается массово, когда делается много, то теряется качество. Теряется не только качество, но и та энергетика, которая может быть вложена в инструмент. Для меня всегда было важным это качество и душевность. У каждого из нас свой оттенок глаз, своя радужка. У каждого из нас свой отпечаток пальцев, неповторимый. У каждого из нас свой оттенок, свечение, ощущение душевности, души. У каждого. Мы неповторимы. И я всегда стремился и стремлюсь создавать неповторимые музыкальные инструменты, которые... Каждый из которых найдет своего обладателя. Вот так. То есть инструмент находит своего обладателя. Я иногда принимаю заявки на инструменты, когда люди мне говорят. Валентин, если родится инструмент в такой-то тональности, в таком-то строе, ты мне дай знать. То есть я записываю номер телефона или записываю, как человек подписан в соцсетях. Там в Инстаграме, ВКонтакте или еще где-либо. Вот. И я сообщаю, что появилась Акарина в таком-то строе, как вам нужно. Или в такой тональности. Я не делаю на заказ. Делать на заказ, это значит, что человек, который совершенно не понимает, как делается музыкальный инструмент, учит меня как надо. То есть рассказывает мне про форму, рассказывает мне про то, про это, про третье и десятое. Я когда-то, когда начинал делать инструменты, иногда баловался этим и все время попадал в какие-то неприятности. То есть либо звук не тот, либо форма, либо еще что-то, либо еще что-то. В общем, я очень много лет назад отказался от создания музыкальных инструментов на заказ. Не делаю и не планирую делать. По ряду причин. Ну, что-то я вам уже объяснил, что-то даже не хочу рассказывать. Ну, вот я так решил. Я такой прошу любить и желаю. Но зато за это время, за это время, что я не делал, да, инструменты, были у меня сделаны несколько, там, десятков заготовок. После Индии я приехал, у меня был поток вдохновения, это еще, там, начало карантина. Я, не выходя из дома, я даже радовался, что нас всех рассадили по домам. То есть у меня освободилась куча времени, там, ни с кем не нужно встречаться, никуда не нужно ездить. Никто ко мне не приезжает, никто не отвлекает. И я просто вот с утра до вечера, когда просыпался, когда ложился там спать, в общем, делал, как хотел, когда хотел. И чисто в кайф, в радость. Вот, были сделаны заготовки музыкальных инструментов, окоринок. И они пролежали вот то время, сколько у меня не было. Не было вдохновения, не было желания ничего делать. Ну, не было желания, я и не делал. Потому что это не ради там массовости, не ради денег, а ради того, чтобы было ощущение вот здесь. Вот, можно осуждать меня, можно меня принимать. В общем, как идет, так идет. Вот, колечком звякаем, да. В общем, появилась вот такая карина. Заготовка была сделана несколько месяцев назад. Вот орнамент и обжиг буквально на днях. И вот сегодня я закончил полностью, повязал вот эти вот шнурочки, проверил еще раз, насколько она точно строит. Все хорошо, все строит. На нее был уже давным-давно претендент, и сегодня человек подтвердил свое намерение. То есть, скоро она поедет жить в Москву. Вот такая вот она симпатяшка, да. Естественно, я понимаю ваше предвкушение, хотите послушать, но и я хочу для вас поиграть на ней. Ну, а как же расстаться с таким инструментом и не показать, как она звучала? Ну, это было бы неправильно с моей стороны. Ну, это было бы неправильно с моей стороны. У нее строй, я не сказал какой. Это минорная пентатоника. Микотональность, соль, здесь все отмечено. Тут стоит, как и обычно, мой логотип, да, мой значок авторский. Орнамент вот такой вот получился. Видите, какой. Вот такое вот лицо. Все в одном экземпляре, и такую же я не смогу повторить, потому что это не отливка, не отминка, все лепилось ручками, руками. Руками моими. Вот, еще тут один инструмент тоже, на него уже сегодня появился владелец. Видите, как создал партию и фактически предложить нечего. Но есть пока еще куча свободных вот таких огоринок, то есть пишите. Ну, обычно после публикации видео инструменты продаются гораздо быстрее. Видео я выпускаю не по какой-то схеме, не по какому-то расписанию. Просто вот есть чем поделиться. Ставлю перед собой телефон, снимаю, рассказываю и загружаю в YouTube. Всегда очень радуюсь вашим комментариям, вашим лайкам, да, и особенно радуюсь вашей подписке. Поэтому не думайте, что это просто так у меня проходит, и я это не замечаю. Я очень рад. Подписывайтесь на мой канал. Я буду делиться, продолжаю делиться тем, что есть, по мере желания, по мере возможности. И рассказывать вам про окарины, рассказывать вам про свои мысли, размышления, ощущения, состояния, проживания, путешествия. Ну, в общем, все, что у меня есть, я всегда этим делюсь. Вот. Еще хочу на одной поиграть. Это тональность. Сразу скажу, тональность фа, строй, минор. Вот такая вот окарина. Тоже, как я уже сказал, на нее есть уже покупатель. Вот. На ней хочу сыграть. Тоже, как я уже сказал. Вот такая симпатичная. Мне самому очень нравится. Вот. Что скажу про вот этих окарин? Это вот я их делаю в минорной пентатонике. Они похожи по форме, но также все делаются в одном экземпляре. Просто вот я выбрал вот эту форму для вот этого строя. Да, они в виде орла сделаны. Я о них уже не раз рассказывал. И вот продолжаю их делать. Пока что есть вот четыре свободных. Можно написать мне и приобрести. Вот. Ну, немножечко на них тоже наиграю, чтобы все в одном видео было. Чтобы было понятно. Видео получается длинным. Вот уже 13 минут я смотрю. Ну, ничего. Посмотрите. Я не часто выхожу. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так каратинечко. У них шнурки есть. То есть можно вот так вот надеть на шею. Там отрегулировать высоту, длину шнурка. И идти куда-нибудь в поход. На природу или просто встречу с друзьями. Вот. Ну что. Наверное, на этом вся информация, которую я хотел поделиться с вами. Я поделился. Понравилось видео? Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Следите за новыми поступлениями и выходами моих видео. Кто желает музыкальный инструмент под названием Макарина. Моих рук дело. Пишите. Пишите в комментариях. Пишите. Я оставлю свой номер телефона. Можно ватсапом. Можно телеграммом. Но чаще всего я через ватсап общаюсь. Вот. Бывает, что пишите вы мне в соцсетях. Но там, поверьте, очень много сообщений. Я не всегда сразу могу отреагировать. Не всегда могу ответить. Ну и бывали такие случаи, что сообщения каким-то образом терялись. Я их читал спустя несколько недель или месяцев. Вот. Я прошу извинить меня за это. Это, я не знаю. Ну, бывает такое. Но будьте просто понастойчивее. Напишите три раза. Вот. Если вы хотите музыкальный инструмент, напишите несколько раз мне в разные месседжеры. И я обязательно вам рад.